друзья подписчики всем огромный привет также случайно и зрители youtube а в общем тот нож вот который дима вам показывал в недавнем видео он говорил что будет возвращать и вот он его вернул и от того же самого бренда только другую модель тот ему по размерам не подошел он поменял его на другой час он вам все расскажет покажут шаман тактика он весит три более больше чем 300 грамм огромный огромная толщина стали сам огромный нож я его вернул и сейчас я купил такой же самый нож заказал на фирмы и недель нету это же самая серия шаман только он называется bushcraft тут ничего не написано только не по-английски до knifeline а вот шаман бушкрафт написано шаман бушкрафт был это бушкрафт достаточно интересный своим дизайн коробка как видите уже попроще этот нож стоит 80 долларов это достаточно дешево бюджет ну то есть дешевле в полтора раза кизляра который изначально дима покупал и потом вернул смотрите какие здесь нужны с паракордом который идет с завода и вот этот темляк это тоже заводской круто то есть я не видел еще ножей которые идут с паракордом конечно это копейки но все равно то есть это все говорит о том что это нужно бушкрафта для выживания для ведь он уже гораздо меньше другая кобура здесь но тоже кожаная да такое же материал такое же качество в такой же стилистике единственно что теперь у него нету возможности для параллельной носки только обычно это вот тут есть то есть горизонтальной установки не то есть вертикальная да но есть вот такая штука интерес и и можно не использовать просто носить как есть нужно вот так вот подстегнуть сделать вот так зацепить за ремень и тогда получается подвес подвес для свободной носки то есть он не будет мешать он будет вот так вот двигаться будет висеть где-то возле уже колена где-то так ближе к бедре на бедре получилось круто если оно не нужно это все устанавливается назад единственное что я бы побоялся так носить потому что вот это вот крепление но с этой стороны очень хлипкая да может оторваться я почему-то так мне кажется что вы нужно потерять если таким можно поменять на болт с гайкой большой ну он и стоит 80 долларов поэтому значит сам муж имеет длину клинка 4 дюна стандарт до стандарт как видите такое же самое лопатообразная у него форма клинка это все потому что он нож для бушкрафта и что-то писано кем он разработал дизайнер тот же самый или дали тора для тора чтобы он для тора на здесь у нас фирма-произведитель не это испания и название ножа шаман бушкрафт так он не называется шаман бушкрафт но сделан из стали доллар н 695 нержавеющая сталь то есть какой-то аналог им 690 просто чуть-чуть другой состав то есть сталь не high-end и не премиальная просто обычная mid-range среднего уровня 100 наши качество ножа такое что можно легко заметить недостатки вот здесь если присмотреться я могу найти кроме того что сатин вертикально здесь я могу найти риски недополированная линка потом сама рукоятка запросто видно очень грубые такие следы обработки то есть я просто на этом станке как и шлифовали на грубой ленте и потом сверху просто какой-то смолой залили и все вот эти все риски вертикально от обработки они все остались вот тут риски тут идут ну то есть дима говорит к тому что нету такого идеального финиша как в других ножах если так вот присмотреться тут все видно как он обрабатывался и вот здесь вот на клинке вот здесь в этом месте я нашел что риски и сатин идет вертикально и риски идут еще дополнительно от обработки в другую сторону то есть он не дошлифован чутка это все да вот идут в обратную сторону это все нужно присматриваться значит тут интересную мало точная часть задней она заточена специально на я сначала подумал что забыли скруглить края но а потом я понял что вот это специально так заточен тут очень острый угол для того чтобы высекать искры из кремния я попробовал она высекает просто фантастически промо сноп искр летит и также сама вот эта часть я в прошлом уже тоже показывал и думал что это недостаток обработки что забыли сошлифовать но он оказывается я так предполагаю что есть кремнии в виде пластин и вот эта штука чтобы высекать искры из такого крем я другого прошу я никогда не видел таких может кто-то подскажет для чего из чего можно высекать искры мне в виде пластин есть есть да ну и что сказать осталось на массу масса какая масса его такая же 180 грамм 180 грамм увесистый ну стандартная рукоятка в руке сидит стандартно ну хотел сравнить его снежин который стоит два раза дороже до итальянский line steel m4 который я уже показывал не очень похожи кстати по удару этот нож для бушкрафта этот нужен даже бушкрафта посмотрите насколько они вообще похожи это чуть меньше это чуть побольше ну клинок подожди у них же одинаковой длины нет тут 375 учить а ну вот и видно да чуть-чуть разница в длине а теперь смотрите вы говорили что line m4 обычный нож и рукоятку него обычно теперь смотрите разница видите как здесь волнами идет рукоятка здесь обычная бочка ну да тут 3d обработка тут воды вот это играет очень большую роль когда берешь рука садится не только вот в эти выемки пальцы но и также и сюда и ощущение нет ощущения что что-то инородные в руке но как будто как продолжение здесь есть вот немного и на руке если взять руку то кажется что она слишком большое но как бы мешает такого от ощущения единения совершенно нету просто просто ощущение что держишь нож здесь как будто вот она совершенно другую же не попробуй тут все равно да это ты по любому рукоятка удобнее понятное дело лучше как бы ее обхватывает рука и здесь можно да и обратным хватом держать да здесь она как с просто со временем если ты им долго будешь ругать ну хотя он быстро затупиться тут станет а то будет я думаю в руку чувствоваться отдача как болевые ощущения устанет рука быстрее да да но здесь ты тоже говоришь у них разница в цене два раза просто если бы в этом ноже было м390 то мне кажется он бы еще дороже стоил чем этот потому что вот мне непонятно почему у этого кстати с м390 ульян стила такая цена дешевая это дешевая цена это очень дешевая то есть я когда тоже с м390 искал мне как-то удалось вот откупить который вам показывал этот брэдфорд но и когда я посмотрел цены он вообще стоит за 200 то есть нету ножей по этой цене хороших из хорошей стали вот здесь цена чисто из-за стали ну то есть это бюджетная сталь вот такой ну и кстати здесь форма задней части очень похожа но здесь все скруглили абсолютно и если захотеть даже высечь искры если нужно будет то нечем придется этим вот сами режущей кромкой высекать искать но потому что это ты не бушкрафт у них есть ульян стила из модель называется бушкрафт б 40 но она стоит с голимой стали такую же цену как твой смысл как бы нету да его покупать не такая это ты принес к на давай попробуем на нем или за его возвращать собираю мнение это я стал сейчас я принесу тесно канате сейчас приведем ну пару там резов буквально не будем сильно много тестировать так что просто посмотреть а бумаги нет полно бумаги вот посмотри в коробке отмазки там где-то в дырке кучу я положил бумаги нет нет там в этой в коробке отмазки в дырке нет вот у тебя в руке она там целая стопка не мешок нашел но это правда не газетная но до принтер на за рассказы . лет уже подключили шла тупая возможно что кто-то уже делать тесты с ним я немножко подправил на ломозном камня буквально чуть-чуть он режет на них неохотно теперь стал хоть резать бумагу какой бы этот вот зернистость камня была 3000 а 3000 я просто подправил убрал это заусенцы этот режет лучше заводская зоточка заводская зоточка он режет более уверен и понятно что тут еще точить и точить посмотрим на канате разница ну как то не очень да совсем вроде он острый но что-то не идет сведение очень толстая за счет формы сведения а сколько клинок 5 миллиметров толщина обуха да вот действительно шутом очень толст хотя он острее на бумаге чем посмотрим как более дорогой нож режет хранат он лишь немного распускается лучше не обмотан этим скотчем ну то есть это нормально но есть разница немного легче немного легче не так что вы прям совсем тогда попробуй моим просто для сравнения я правда не уверен что он будет такую резать просто мне самому интересно я не резал ничего этот нож хуже немножко этот лучше попробуй мой для сравнения я не резал еще кроме мелочи ну а ну он вообще режет идеально блин как бритва ну первый раз видно было он отрезал вообще это сам вот такой вот друзья маленький ножичек получается побеждает вот этих вот огромных и он легче ровно два раза он 100 грамм весь дальше тест на древесине да давай сейчас нажмем тогда на стол или на паузу она пошло и короче друзья тест на древесине такой же стандартный который мы проводили слушать на моим ощущениям он не хуже лайн стил ну лайн стил был тогда тупо вода вырезается неплохо я смотрю поначалу может дерево чуть более жестко точнее та же самая деревяха не чувствуется что острота до есть в принципе ну не сказать что идеал ну нормально как-то блин ну видишь если у нас эти доски были оде вообще надо было просто взять такую одну длинную доску из того же самого дерева одинаковые доски не мне кажется вот это вот доска намного тверже и она смотря надо же какая-то видишь сухая потому что когда твердая на сама красная тут какое-то красное дерево но тверже но нож трогает легче в том-то и дело примерно так же вот видите в работе нож который два раза дешевле не хуже а то и лучше чем дорогой итальянский ножа но здесь он будет наверное быстрее тупица да наверное ну стал легче он дешевый получается за счет стали поэтому часто но его легче заточить ничем легче намного сейчас для сравнения попробую мой но я не уверен что вообще для таких серьезных работ блин сучок там же продолжай мне он я даже сильно не напрягаюсь то есть видите друзья для любого и 10 бушкрафта вам не нужен огромный нож не говорят что ты такую малышку взял она не нашел не способна я вам говорю намного меньше прилагаю усилий вот с этим ножом здесь просто уже неудобная пошла это поверхность ну поначалу было видно видите видите какие стружки но это дерево точно тверже нам надо было просто изначально взять одну длинную деревяшку разрезать ее на много кусков и может нам нужно взять все ножи на одной деревяшке поставить да у нас есть мы можем кстати в прошлый следующий раз или когда-нибудь сделать такой отдельный тест взять одну деревяшку и на ней попробовать несколько ножей штук пять но сначала их нужно одинаково заточить до ну или хотя бы примерно одинаково можешь взять еще лайн стилку не ну здесь он смотри даже как легко идет вообще тонкое сведение до маленький нужно неплохой а ну давай интересно просто затупился он смотрите после вот этой все стругание бревна диму после всей стругание бревна смотри друзья вот от самого начала и до самого конца идеальная острота этот канат кстати он сам по себе достаточно тяжелый это самое я имею ввиду он очень прочен это такой канат он из каких-то прямо бревен джутовый или как он называется пеньковый или джутовый как он там короче классные вот такие ножи лучше напишите в комментах что думаете что ты говоришь не стругает уже нет я тебя говорю доска тверже доска тверже если бы мы на той но если бы у нас была та же доска мне кажется он бы лучше стругал много я даже пробовал он ну просто дерево тверже поэтому друзья потом сделаем отдельный тест возьмем одинаковую древесину и на ней попробуем за один раз несколько ножей в общем пишите комменты всем спасибо за просмотр пока удачи да благоволит к вам господь пока 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 Продолжение следует...